Всем привет, с вами Рома ДВД и сегодня я вам продемонстрирую обзор на игру, которая называется Warface. Итак, обзор, часть первая. В этом обзоре мы посмотрим на классы игроков, которым можно играть. Это штурмовик, это медик, это инженер, это снайпер. И посмотрим на вооружение, которое они имеют. Начнем, пожалуй, по очереди. Начнем со штурмовика, со стандартной винтовки штурмовика, которая нам дается при входе в игру. Эта винтовка называется М4А1, американская гарнишка. Как видим, винтовка ложит, кладет, кладет и ложит. На самом деле, самая слабая истокая винтовка. Но она практически не имеет отдачи. Практически не имеет отдачи, эта винтовка. Поэтому ей очень выгодно играть на начальных званиях, так сказать, набивать свой скилл, тренировать себя. И потом переходить к более мощным винтовкам, которые имеют уже, соответственно, большую огневую мощь, но хуже прицелами, так как имеет намного большую отдачу. Штурмовик имеет такую возможность, как пополнять свой боезапас. То есть доставать ящик с патронами, пополнять его себе, либо давать его своим друзьям, сокомандникам, так сказать, тиммейтам. В игре также имеются клавиши, которые отвечают за сменные модули. На винтовку у нас токовую ставится глушитель и не более. То есть можно с глушителем, можно без. Глушитель, кстати, уменьшает отдачу. То есть без глушителя, как видите, отдача больше. Хотя даже на этой наступной винтовке, не имея глушителя, отдача не совсем большая. Кстати, в игре есть такие фишки, как слеповые гранаты. Ну, слеповые. Ой, блядь, слепо. Ай, ёптвое. Короче, вот, есть слепые. Есть обычные гренки. Теперь ГД-5. Ну, что мы посмотрели на штурмовика, и себя представляет штурмовик с этим автоматом. То есть теперь можем автомат поменять. Взять, к примеру, Хеккер Кох. Пойти на полигон. У него уже больше сменных модулей. То есть, видите, отдача уже немножко больше у него. Чуть-чуть, но больше. К тому же, можно ставить сменные модули. Например, прицелы. Самый первый прицел, который открывается вверх. Так называемый стандартный прицел. Стоковый прицел. Полная какашка, но всё-таки он немного увеличивает и помогает стрельть более точно. Есть также коллиматорный прицел. Здесь он называется ГД-2. РДС. На самом деле это КС-панер. Наиболее удобные прицелы это трёхкратный прицел. Как видите, им очень... Нет, извини, чувак, но это попозже будет. Как видите, меня сейчас пригласили знакомые в игру. Да, есть такая функция приглашения друзей в игру. Или соклановцев. Так вот. Этот прицел помогает снимать шнеперов. Есть наиболее удобный прицел, который открывается намного позже. У него кратность меньше, но тем не менее у него обзор намного удобнее, нежели у других прицелов. За счёт того, что... Так, меняем оружие. Смотрим дальше винтовкой, допустим, Тавр. Израильский автомат. На который уже устанавливается ещё больше модулей. То есть такие модули, как пламя-гаситель. Блять, вернёмся на место. Такие модули, как пламя-гаситель. Позволяют нам пробивать деревянные ящики и металлические... Тонкие металлические контейнеры и тонкие металлические листы. Нет, блин, не сейчас. И есть ещё автоматы... Кстати, здесь куча различных автоматов. Таких, как К-103, РПК, пулемёт Калашникова, ручный пулемёт Калашникова. И другие-другие автоматы, но я их не покупал. Потому что я не играю классом штурмовик. Я играю классом медик, но об этом позже. И также устанавливается штык-нож на автомат. На дробовики, на пистолеты, пулемёты. Даже на пулемёты, на ручные пулемёты устанавливаются. И здесь даже на пистолеты постанавливается штык-нож. Один из самых мощных автоматов в игре это АК-47. Который буквально с места выстрелов валится на все решения. Это коробочный автомат. В коробках удачи он удаётся. Имеет довольно большую отдачу. По сравнению с предыдущими. Ну и также и атаку штыком. Которая убивает, как говорится, сперва тыка. Тык, тык, тык и фраг. Также в игре есть прикольная штука, как подкат. Как её использовать я покажу позже. Скорее всего во втором выпуске. Давайте пройдёмся по классу медик. Посмотрим, что у нас есть. Стоковый пистолет выдаётся нам. Браунинг. И стоковая винтовка нам выдаётся, соответственно, Ремингтон. Идём, смотрим. Винтовка с глушаком. И, соответственно, без глушака. Она стреляет намного интереснее. Но зато её видно будет на радаре. Их винтовок. Винтовка с глушаком дробовиков. Это зарядка по одному, что, соответственно, очень удобно. Когда у вас тяжёлая куча врагов, вы можете менять магазин. Например, на каком-то другом дробовике. Вот стоковый пистолет, пожалуйста. Можем поменять дробовик. Например, взять Ремингтон. Один из мощнейших дробовиков в этой игре. Ваншотный дробовик, который просто палит в угол. Совершенно не цели. Смешно. Я так отбалду спреляю. И тоже отбалду. Вот такие вот фишки есть. Есть ещё дымовые гранаты, как красный дым. Блядь, нет. Не хочу я сейчас играть, ребята. Останьте. Вот. Ну и, соответственно, я же показывал гранаты. Бэм. Выходим. Постреляли. Есть хавпамп. Хороший дробовик, на который устанавливаются дополнительные модули. Блядь, Данила, встань ты. Дополнительные модули. Например, такие, как штык-нож, глушитель, пламя-гаситель, который улучшает, как я уже говорил, бревную мощь. Ваншотный дробовик. Хавпамп. Опять, сзарядный дробовик. Вот, пожалуйста, магазинный дробовик, если на него установить штык-нож. Один из самых стоковых и дешёвых дробовиков, который имеет штык-нож, в атаке с первого удара колет врага насмерть, нахуй, этим штыком. Есть русский дробовик Сайга, который здесь почему-то с укороченным стволом. Будь вам называть скорострельным дробовиком, так как он имеет 108 футбол в минуту, но хочу сказать вам, что 180 футбол прокликать мышкой может быть и реально, но что-то как-то скорострельность мне его, блядь, да, ну не хочу я сейчас играть. И скорострельность его как-то меня сейчас, не знаю, не радует она совсем никак. Вот, поэтому я вот имел Killtech Shotgun, я считаю, одним из лучших дробовиков, потому как он имеет 670 урон, это максимальный урон дробовика в игре, то есть самый максимальный урон, самый мощный дробовик в игре, скажем так. Ну что ж, пойдём дальше, пожалуй. Инженер, стоковое оружие инженера Hickle Koch MP5, смотрим, идём. Один модуль, единственный, который устанавливается на пистолет-пулемёт, это D-шипер, на данный этот пистолет-пулемёт. То есть на него, кроме глушака, больше ничего не ставится. Ну, инженер имеет такую фишку, например, как латать свою собственную броню. Если, допустим, бросил грену, подорвался на собственной гранате, здесь не подрывает, ну, тем не менее, можно поставить ещё гранатку, вот такую, достать Desert Eagle, надеть на него можно модули различные, такие, например, как штык-нож, чтобы колоть, можно на Desert Eagle надеть глушитель, чтобы не палили по карте, откуда ты стреляешь, можно надеть пламя-гаситель. И различные прицелы. Вот таким прицелом, например, очень удобно снимать мигров, особенно если ты играешь за медика, ты имеешь дробовик, который бьёт только на ближней дистанции. Очень удобно использовать Desert Eagle непосредственно с таким прицелом. Бам! Вот такие вот дела, ребята. Так, что у нас ещё есть? Есть такая прикольная пуша, для инженера я больше ничего не покупал, кроме вот Хиггелькох МП-7, купил я его, эмбовый ствол, без отдачи совершенно, стволище супер, его отдача практически не существует. То есть, пушка без отдачи, но я такими стволами практически не играю. Пожалуйста. Есть трёхкратный прицел. Есть стандартный двухкратный. Не знаю, почему, но почему-то мне кажется, что когда одеваешь двукратный прицел, мне кажется, почему-то мне кажется, что отдача меньше, на самом деле. Не знаю. Действительно, почему-то кажется именно так. Так, снайпер. Стоковое оружие это СВД. Раньше это была СВК, снайперская винтовка Калашникова, которая, к сожалению, не прижилась. Недавно переделали скин и назвали винтовку СВД. У меня красивая анимация перезарядки. Посмотрите, как здесь он происходит. Да блять, ну зачем? Я видео снимаю. Антон, ты что делаешь? Пиши, что это моё. Смотрите, красивая анимация перезарядки, в отличие от другого оружия. Менее интересное. Анимация перезарядки. Итак, что на этой винтовке мы имеем? Слабейшая винтовка в игре, кроме глушителей, никаких моделей больше нет. К сожалению, почему-то разработчики считали, что СВД это говно. Жаль, очень жаль, потому что я считаю, что СВД это очень сильная винтовка, так как служил в армии два года и доводилось мне стрелять. Из-за этого оружия я вам скажу, что это очень хорошая вещь. Стрелал я не только с СВД, так что я вам скажу, что, пожалуй, это мощнейшая винтовка, которая мне встречалась. Различные прицелы есть у нас снайперку, то есть разместки в них различные. Как видите, можно менять кратность прицелов. Самый удобный это четырехкратный прицел, потому что он больше всего в обзор и он не мешает совершенно. Есть СИК, снайперская винтовка. Винтовка 20-ти зарядная. То есть, как говорится, почувствуй себя, что это поле поле поле, с 20-ти гряблей поле. Сложит она вообще, как видите, ладет, блядь, просто в хлам. На нее ставятся модули еще, помимо прицелов, сошки. Рукоятка сошки помогает при прицеливании лежа, то есть, когда вы лежите с сошками, у вас прицел абсолютно неподвижен, он не качается. То есть, если вы встаете, видите, медленное покачивание прицела, что на больших дистанциях в принципе не успеет. Итак, смотрим дальше. Мы прошли по 7-4 классам, также снайпер имеет возможность устанавливать мины, как и инженер. То есть, тоже мины ставит снайпер. Но за снайпера я еще собираюсь купить одну винтовку. Мы идем в магазин и я открыл себе альпину. Альпайн, всячески ее называют. Ну, открыл также себе тавер, но не хочу ее покупать. Куплю себе альпина. Болтовочка, винтовочка. Купить, купить, все мы откупили. Идем назад на склад. Надеваем, одеваем, надеваем это ружьишко. И что оно? Бам! Это ваншотная болтовка. У нее небольшая скорострельность, совершенно небольшая. Ну, как минимум, она ложит две мишени в ряд сразу, если посмотреться. Если ваш враг будет в стоковой броне, не факт, конечно, но вполне возможно, что вы сможете его положить. также различные прицелы одевается. Модуль, из модулей только пламя-гаситель одевается на альпайн. И, пожалуйста, вот сошки. Глушитель, к сожалению, на нее не одевается, поэтому вас легко спалит по картам. Зато она ваншотная, то есть, один выстрел, один фраг. Долгая перезарядка, фаз-зума в этой игре нет. Зато есть такая приятная вещь, как бронежилет десайтера, который позволяет таскать с собой дополнительные обоины, что все-таки встреча с сигом наиболее выгоднее, потому что я считаю сиг все-таки погибатель в бюджетном варианте. Если у вас нету доната на аккаунте, как у меня в данный момент, у меня есть донат, это випка, вип-карта, вот она, позволяющая давать прирост к варбаксам и поставщикам, то нет, по крайней мере, пока донатского оружия, потому что я еще об этом не задумывался особо, на самом деле. Есть у медика еще, кстати, дробовик, который я пропустил, это МС-255-12, наш российский дробовик Ижевского завода, автоматический, причем дробовик, когда мы заплатим, нажмем на одну клавишу, и он выстрелит всех отзарядов в одну, помимо мишень. Так, установлен прицел, штык-нож ставится на него, как видите, на него устанавливается пламя-гаситель и глушитель. Вот пламя-гаситель и прицел. Ваншотный дробовик на близкой дистанции неплохо дробовик. не всегда почему-то. Сейчас он отказывается ваншотить. Я не знаю, от чего это зависит, на самом деле, от ланшотов с дробовиками. Но на том же самом дробовик у меня ваншотил. Сейчас интересный вам пример приведу. Нет, к сожалению, сейчас я не буду играть. Интересный пример центр мишени. Ваншоты пошли, до этого ваншотов не было. От чего зависит ваншот, так и не понятно. На самом деле. И ну раз у более слабого дробовика есть ваншот у вот только что не было. Ваншот патроны кончились. Ну в общем-то все, что я хотел показать в первом ознакомительном видео я, наверное, все показал, кроме, пожалуй, вот с чем я обычно хожу, кроме, пожалуй, функции медика. То есть я вам показал, что инженер может латать броню, медик может, бля, вернее, штурмовик может выдавать патроны своим тиммейтом, а медик может спасать. У него есть аптечка, он может с помощью аптечки себя лечить и может лечить своих союзников с помощью аптечки. Также есть дефибриллятор у медика, с помощью которого он может оживлять своих бойцов, либо пиздить врагов, подбегая к ним вплотную и хуячить к дефибриллятору, убивая их сразу же с первого разряда. Что касается джиггернаут, тот же гиггернаут конечно с первого заряда не убьешь, отпиздить нихуево можно. Есть нож стандартный, есть другие ножи, которые можно покупать, но я на ножах не играю, мне это не интересует, но я имею штук нажить. Есть еще вот такая атака, ваншотная скажем так, атака. Ну и самый главный козырь этой игры, это такая фишка как подкат, например, ты бежишь, бежишь, подкатился и кому-нибудь в ванну смотрел ножа. Или там бежишь, 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 подкатился на его с дробовичка там пару раз. Хоп, хлоп. Это подкат, как Суворов когда-то на копчике с Альпс съезжал, так и вот с дробовика можно в подкате ехать на жопе и кого-нибудь херачить. Вот, в общем-то, и все премудости первой части игры в Армейсе. три выстрела потребовалось. Нет, это не дело. В общем, во второй части я покажу, что значит ПВЕ-миссии и что такое ПВП-миссии. Ну, а на сегодня все. Под видео я размещу ссылку реферальную, зарегистрируюсь, по которой вы получите 10 дней VIP бесплатно, то есть у вас за 10 дней будет ускоренный рост поставщиков и варбаксов, на которые вы сможете покупать оружие 10 дней бесплатно. То есть VIP бесплатный и VIP 10 дней. Соответственно, мне тоже от вас будет плюс. Мне два дня за каждого реферала на вам 10 дней VIP подойдет. Так что регистрируйтесь по ссылке, которая будет внизу этого видео разрешена. Что я могу сказать? Увидимся на полях сражений. Все, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok.